Микс Ньюс Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам Семнадцати до восемнадцати Да, продолжаем работу в прямом эфире Сейчас у нас депутат Сейма которая работает в комиссии Парламента по народному хозяйству депутат, которая работает во фракции Согласия Ива Заяч, у нас в студии, добрый день Добрый день Да, много было интересных сегодня событий в том числе и в парламенте было пленарное заседание, на котором обсуждался в частности такой вопрос, как запрет на участие животных в церковое представление об этом может быть чуть-чуть позже поскольку я думаю, что большинство радиослушателей наверное, каждого волнует что же будет с латвийским здравоохранением которое оказалось, я бы сказал, в глубоком кризисе почти в коме и сейчас правительство лихорадочно ищет разные варианты получения дополнительных средств на финансирование здравоохранения но судя, вот как мне успел сказать наш гость сегодняшний, не там ищет вот Левор Заяч, у нас сегодня в студии что же происходит на самом деле и что должно было происходить на ваш взгляд Ну, знаете, на самом деле в политике так устроено, что вещи не всегда выглядят так как они преподносятся и очень часто совсем не так и это и есть нынешняя ситуация по этим дискуссиям о здравоохранении на самом-то деле, почему они вообще и тут важно понять, почему они вообще начались и действительно ли правительству интересно и они действительно ратуются за то чтобы решить вот эти проблемы которые на самом деле они сами создали на самом деле, как же началась эта дискуссия дискуссия началась вообще не из-за здравоохранения а в процессе того, что правительство решилось на эту, как мы знаем, амбициозную налоговую реформу которую до сих пор никто не видел но так много о ней говорят и тут вдруг коллекционный партнер которого долго обижали увидел, что у него есть возможность сейчас отыграться своему ведущему партнеру который сейчас имеет пост премьера и пост министр финансов которые продвигают эту реформу и они сказали, а знаете, а мы будем согласны подвигать эту реформу дальше только тогда когда вы скажете, как вы решаете вопросы здравоохранения хорошо понимая, что эти вопросы настолько уже нагромождены там проблематика настолько огромная что ее решить просто на данный момент еще включая этой налоговой реформы вообще невозможно и поэтому начала вся эта игра я думаю, что эта игра началась не настолько насколько там единство интересовало как же будет решаться вопросы здравоохранения а чтобы с одной стороны помочь отыграться своему партнеру который раньше так же мучил их и параллельно, конечно то есть это просто политическая борьба да, политическая борьба и переделка каких-то своих там сфер влияния потому что ясно, чтобы получить одобрение сейчас это политические силы то они там что-то потребуют взамен и как только они там между собой согласятся так и не дружно и забудут про здравоохранение на какое-то время и то, что и как я это уже предвидел и это уже, чтобы можно было сказать что это я предвидел я специально написал статью которая опубликована в Делфе это можно прочитать где я разложил что вообще на самом деле происходит и какие дальше будут решения именно такие решения сейчас и были сделаны что на самом деле что на самом деле проблема здравоохранения не очень-то волнует и интересует правящие коалиции их интересовало как бы отбросить кость чтобы показать что на самом деле они что-то сделали чтобы опять все утихомировалось и они могли дальше спокойно делать свои дела что было и сделано сейчас как большой такой успех продается то, что ну мол нашли решение здравоохранения что 1% от так называемого социального налога ну на самом деле это обязательные взносы социального страхования но проще будем говорить социальный налог так все это лучше понимают и что этот 1% вот будет это решение почему это никакое не решение и это просто такая кость которую отбросили что мол замолчите чтобы мы могли дальше делать свои дела это просто показывает наглядно цифры 1% что такое 1% от социального налога это примерно ну 80% 80 миллионов евро да а если мы посмотрим на то какая какая-то ну вот дырка в этом здравоохранительном бюджете то уже по самим оценкам министерства здравоохранения она общая где-то составляет 750 миллионов да где там примерно на и всем нужны деньги да вот мы слышим медикам нужны деньги да там это это в порядке там сотни миллионов потом если мы смотрим дальше по медикаментам которые должны компенсировать где дырка там примерно составляет 140 миллионов если мы посмотрим семейные врачи которые тоже начинают говорят что они будут бунтовать что если им не доплатят то там 75 миллионов если мы посмотрим не не отложенную скорую помощь да то там вообще дырка 240 миллионов да и так далее и так далее мы можем идти и смотреть и тогда задается ну обосновательный вопрос да куда пойдут эти 80 миллионов что вы с ними собираетесь решать то есть какие проблемы будут решены ну очевидно что если это пойдет на только на зарплаты действительно зарплаты медикам надо повышать потому что там это уже ну вообще доведено до края да то значит денег не хватит на услуги то есть останутся очереди если мы начнем что-то сделать очередями то там вообще эта дырка если мы смотрим на очереди уже несмотря на семейные врачи которые должны там получать а вот смотрим дальше этот следующий уровень да когда идут уже к специалистам или ждут там операции это примерно 300 миллионов да вообще ничего не решается это невозможно это решить почему и тут важно понять почему мы находимся вот в такой ну можно сказать над такой пропастью и почему почему правительство не заинтересовано решать эту проблему ну другими словами она конечно заинтересована но но при нижних положениях дел начинать это решать это было бы самоубийством для него почему потому что все эти годы вот начиная с истории успеха и все дальше там все как будто эти хорошие в кавычках дела они делались за счет здравоохранения и дорог сфинансирования дорог то есть чтобы мы хорошо фискально выглядели чтобы мы могли сказать что мол ребята вот какие мы примерные там Брюссель и так далее это все решалось в таком плане что просто урезались деньги у здравоохранения у дорог и у науки то есть и в конце концов вот мы попали в эту такую ну можно сказать ну ситуации как вот можно сравнить как с автомобилем ты тоже какое-то время можешь ехать там не менять ему масло там не везти на автосервис там не вкладывать и говорить какие мы эффективны какие мы молодцы как мы эффективно развиваемся в какой-то момент приходит что все машина начала разваливаться и это вот тот момент который сейчас случился с здравоохранением и почему правящие должны были начинать это решать не потому что они это поняли а потому что просто медики начали на них давить если бы медики не подключились когда вот начался весь этот диалог между единством и христианами то 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 они бы там очень быстро уже договорились сказали мол все в порядке в 2020 году будут 4% от малого продукта для здравоохранения все без проблем решили и те сказали да мы решили но тогда медики которые один раз уже это все слышали которым это то же самое обещали в 2014 году не знаете как кошки которые с обожженными усами которые поняли что опять их опять их подставить там молоко не дадут они сказали нет 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 вы нам конкретно скажите как это будет решаться и вот тогда тут начался этот сыр-бор который вот сейчас заварился и в конце концов который кончился не решением а просто тому что отбросили эту кость и сказали ну вот замолчите хорошо а вот что касается 2020 года где сказали что да там уже будет 4% ВВП там уж мы точно будем финансировать это особенность забавно звучит на фоне того что в следующем году вообще выборы в 7 поэтому я извиняюсь к этому моменту по-любому правительство изменится поэтому что-то обещает 2020 году но такое обещание ничего не стоит я тоже могу пообещать всем какую-то там бешеную зарплату к 2050 году кто это вспомнит тем более что все это тоже эти все чудеса налоговой реформы они тоже обещаются после выборов что они все будут и то же самое если мы посмотрим насчет дорог потому что на самом-то деле вот почему очень важно что вот эту дискуссию насчет здравоохранения насчет дорог тоже насчет науки которая тоже у нас на голодном пайке и это один из поводов почему не можем мы так более успешно развиваться потому что если мы хотим создать со стороны благосостояния то те времена когда бери побольше кидай подальше и ты заработаешь побольше они закончились в глобальной экономике зарабатывает лучше тот который может придумать что-то более ценное это продать другим и если вот этот принцип мы не поймем будем специализировать как сейчас что мы что-то можем сделать дешевле потому что мы просто мы работаем больше чем другие что-то вот можем потом перепут продать и быть конкурентоспособным более низкой ценой или более простым каким-то продуктом но на этом заработать невозможно и это есть принципиально это проблема нашей экономики И почему у нас растет это социальное неравенство? Потому что, чтобы кто-то мог заработать, кто-то должен работать по-дешевому и не платить налоги. И это фундаментальная проблема. Почему ее надо сейчас именно решать? Потому что в плане налоговой реформ, которую сейчас придумала правящая, которые в принципе, хорошие принципы заложены, вещи, которые давно надо было сделать. Как мы иронизируем, что правительство наконец начинает делать то, что мы ей говорили несколько лет. Там правильный принцип заложен о том, что надо перенести налоговое время с рабочей силы на потребление, на капитал, чтобы нас сделать более конкурентоспособным. Это правильный принцип. Но дело в том, что если мы идем сейчас, если эта реформа делается так амбициозно, как она заявлена, то там проблема в том, что она будет занимать все фискальное пространство. То есть там и налоги повышаются, и максимальный дефицит бюджета делается. То есть в ней не останется уже места для других вещей. А это значит, что если мы хотим, параллельно понимаем то, что нам важно здравоохранение, что нам важно, чтобы наши дороги не разрушались, что нам важно, чтобы наша экономика правильно разрывалась и становилась более продуктивной, то есть надо вкладывать науку, которая тоже примерно как наука, как здравоохранение держится на голодном паке. То есть это значит, что на все эти вопросы нам сейчас надо ответить и сделать системное решение, где мы видим, как эти все проблемы параллельно решаются с этой налоговой реформой. Почему это важно? Потому что это важно для самой налоговой реформы. Потому что одна из основных вещей, которая важна для предпринимателей, для того, чтобы наша среда была конкурентоспособна, они не настолько волнуются, что там 1% туда или сюда, то, от чего их больше всего волнует, что они не понимают, когда же эти проценты куда пойдут. И нет в этой стабильности, нет возможности прогнозировать свой бизнес. А это значит, в свою очередь, что предприниматели будут очень осторожны делать новые инвестиции в свой бизнес, потому что они знают, как они их окупят, а купят, не окупят, а если опять условия игры изменятся. И вот в чем сейчас загвоздка. То есть, правительство может идти с этими хорошими идеями, с этой налоговой реформой, но если параллельно не решаются вот эти вопросы, которые мы говорили, то это означает, что этой реформе это будет гроздь цена. Потому что через год или через два опять придется все менять, потому что надо будет найти ответы на те вопросы, о которых мы сейчас говорим. Здравоохранение, дороги, наука, на которых нет ответов. До сих пор нет ответов. Значит вопрос, насколько цена и полезна для предпринимателей, для стабильности нашей экономики будет эта налоговая реформа? Да, все-таки возвращаясь к этой реформе, или точнее к ситуации кризисной в здравоохранении, вот есть два момента. Я так понимаю, что вы предлагали изыскать дополнительные средства за счет увеличения налогов на потребление. Чуть поясните, почему не соцналог, почему налог на потребление? То есть, да, конечно, одно вещь можно сидеть и критиковать, говорить, ну, ребята, что делать, но то, что мы со своей стороны, мы предложили конкретные предложения, как мы можем, как в рамке того, что вот само правительство предложило, как конструктивно продвигаться дальше. Потому что, действительно, установки, налоговые реформы, они логичны, что надо снижать налоговое время на рабочую силу и переносить ее на потребление, на капитал. Почему? Потому что дело в чем, чтобы было понятно слушателям, которые не столько заняты экономикой, потому что, для случая, он слушает и думает, да какая разница, откуда мне эти деньги, или то ли мне это возьмут от зарплаты, или потом через продукты, которые я буду покупать, он разница этого не видит. Да, но если мы смотрим вот с стороны экономической системы, то почему важен этот принцип, о котором я говорил? Потому что те налоги, которые мы накладываем на рабочую силу, они входят в себестоимость наших продуктов, да, то есть, только наших продуктов, то есть, наш продукт становится дороже. А поскольку мы находимся в глобальной экономике, где наши продукты конкурируют с продуктами других производителей, с импортом, да, то это значит, что мы делаем свои продукты менее конкурентоспособными, значит, нам их труднее продать, значит, нам труднее заработать на них. А значит это, что у нас, в конце концов, если мы меньше можем заработать, значит, и меньше зарплатах мы нам можем платить. Вот это такая логическая типочка. Поэтому, почему эта налоговая реформа аналогична и правильна, принцип. Реформы самой нет, и я боюсь, что мы совсем ее не увидим, такой, как она обещается. Да, похоже. И за наши продукты, и за импортные продукты. А импорт у нас составляет очень большую пропорцию. То есть, мы как будто этим не ухудшаем ситуации своих продуктов. Плюс, что очень важно, у нас так как, у нас все развитие, долгосрочное развитие возможно только благодаря экспорту. Поскольку у нас рынок у самих маленький, то такое серьезное развитие, вот все предприятия, весь бизнес, который развивается серьезно, он развивается благодаря экспорту. А что важно, что если, и вот что получается, если мы на социальный налог повышаем, то это полностью идет в экспортную цену наших продуктов. А в свою очередь, если мы повышаем НДС, то НДС вообще не входит. То есть, как мы знаем, экспорт на экспортные продукты НДС не накладывается. То есть, мы вообще с этим помогаем быть своим производителем, вот эту конкретную способность не уменьшаем. Плюс, что очень важно, если мы сейчас, то, что сейчас приняло правительство, она сказала социальный налог. Ну, ребята, ну, то есть, и получается как, вот те, которые честно платят налоги, они будут платить еще больше. Еще больше. А те, которые не платили, они вообще ничего не будут платить. А если ПВН, они были бы вынуждены. Они все равно это заплатят, потому что они получили конвертирую свою заплату, они пошли в магазин, покупают продукты. И вот там они платят добавленную стоимость НДС. И опять, и плюс, что очень важно, что на самом-то деле, ребята, самые богатые ребята, то есть, самые большие заплаты, они же не платятся как заплаты с социальным налогом. Они изымаются как дивиденды. И в этом случае вот те ребята, они будут платить, потому что они пойдут, будут тратить эти деньги и будут платить НДС. И это получается более справедливо. В свою очередь, что важно заметить, при этом один минус, который есть при НДС и который можно элементарно решить, это то, что, скажем, те люди, которые не получают заплату, не платят социальный налог, как примерно пенсионеры, те, которые живут на социальные пособия и которым действительно важен этот процент, которые сейчас они должны будут платить на НДС дополнительно, это элементарно можно компенсировать, просто мы порассчитываем, какое есть потребление, скажем, сколько пенсионер там тратит на дополнительно, скажем, на продукт, который он покупает, и корректируем необлагаемый минимум пенсии, поднимаем его, чтобы компенсировать этот процент. То же самое с социальными налогами. И элементарно мы получаем фискально-нейтральное решение для этих людей, если это действительно нас заботит. И это будет опять более выгодно для них, потому что, как мы знаем, пенсионеры и социально малоимущие, это не основные потребители. А, в общем-то, если мы посмотрим на здравоохранение, что основные расходы как раз идут на пенсионеров. И в этом плане мы через НДС получаем то, что остальные помогут им профинансировать их здоровье. То есть, самый оптимальный и правильный результат. И я удивляюсь, почему правительство, ну, скажем так, не доперло до него. Да, к сожалению. Вот сейчас у нас будет небольшая пауза на новости и рекламу, потом мы продолжим, будем принимать и ваши звонки тоже. Но все-таки это последний вопрос вот в этой первой части, Ива. А есть ли вообще уверенность, что эта налоговая реформа, вообще в целом, которую предлагает правительство, и сейчас мы не берем здравоохранение, вообще будет принято? Потому что у меня такое ощущение, что это все утонет в этих бесконечных дискуссиях. Я помню, мне кажется, мы здесь в этой судье уже сидели, говорили об этом. И я тогда так немножко в иронии сказал, что эти дискуссии про налоговую реформу напоминают советские времена, дискуссии, рассказы о том, какой был Ленин, который никто не видел, но все рассказывали, какой он. И сказал, ребята, давайте дождемся, что давайте не будем спешить. Вот увидим, какой же он на самом деле, а потом уже будем говорить о ней. И то, что мы сейчас видим, мои слова опять подтвердили, что на самом деле то, что говорили, какой есть Ленин, на самом деле кажется, что он будет совсем другим. И я думаю так, что реформа какая-то будет продвигаться дальше, но я не думаю, что такая, как она изначально провозглашалась. Потому что то, что мы уже видим, хотя бы по этой дискуссии с здравоохранением, что все уже пошло шиворот на выворот. Они сами пошли против реформы. Они начали повышать социальный налог, то есть налог на рабочую силу. То есть это уже против философии реформы. Да, философии реформы, о которой они говорили. Это наша основная базовая установка. То есть все уже, как всегда, правительство пошло, хотело как лучше, а пошло как всегда. Иван Зайнич, на студии депутат Сейма «Факция Согласия», не переключайтесь. «Микс-ньюс». «На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком». Продолжаем. А вот в прямом эфире депутат Сейма Иван Зайнич, у нас в студии. А вот на ваш взгляд, для кого вообще эта реформа? Потому что официальная позиция правительства нам известна. Правительство заявило о том, что вот мы хотим таким вот образом стимулировать экономику, больше налогов будет платить, потому что будет более простая система. А на самом деле для кого? Да, значит, тут я развею один большой миф, о котором никто еще не говорил. Я думал это как раз поберечь для дебатов в парламенте, чтобы показать, что на самом деле творится с этой реформой. Но можем и сегодня об этом поговорить, и ваши слушатели будут одни из первых, которые развеются один большой миф. Действительно, как мы уже говорили, эти установки налоговой реформы, и одна из таких базисных установок и целей этой реформы – это повышение конкретноспособностей нашей экономики. Действительно, установки, как мы и говорили, перенос налогового бремя с рабочей силы на потребление – это шаг в правильную сторону. Мы об этом уже несколько лет говорили, объясняли, и вот даже не верится, правительство это услышало. Другое дело, что они не понимают, как это сделать правильно. Но еще другое такая большая, что говорится, благо реформ, как будто это делается во благо работников. То есть, что вот благодаря этой реформе у людей вырастут зарплаты. Что я здесь должен сказать? Как экономист, который видит более эту систему в процессах, которые сейчас происходят в нашей экономике. Дело в том, что на самом-то деле получается так как. Если мы посмотрим статистику и посмотрим те тенденции, которые еще дальше развиваются, то мы видим, что каждый год зарплаты сейчас растут где-то 5-6% в среднем. И все аналитики и то же самое расчеты статических комитета, они показывают то, что зарплаты должны расти еще быстрее, потому что рабочей силы у нас не хватает, поэтому есть структуральная безработица, есть потенциал сейчас благодаря еврофондам, что экономика будет развиваться почти в 2 раза быстрее. А это значит, что будет расти спрос на рабочую силу. А это значит, как это и говорят все аналитики, видя, что зарплата вырастет должна будет расти где-то на 5-6%. И сейчас посмотрим на реформу. Реформа это предлагает именно такой же выраст, что благодаря реформе у вас зарплаты вырастут на эти проценты. А это означает, что на самом-то деле, даже если бы не было реформы, то выраст этих зарплат, он был бы в таком же объеме. Просто сейчас, благодаря этой реформе, работодатель, бизнесмену недавно будет платить налоги за это. А в свою очередь, и тут как будто блага для какого-то, для работника нет. Наоборот, сейчас, благодаря этой реформе, то есть вы бы получили, вы бы получили этот прирост зарплаты, то есть без разницы, была бы реформа, не была бы. Но сейчас, благодаря этой реформе, вы за этот прирост зарплаты должны будете платить выше акцизный налог, там за топливо, там за другие товары акцизный. Плюс вас обрежут эти возможности получать льготы за медицинское образование, за медицину и образование. То есть, работа нанимать, работа, как это, дар бы не имеем. Да, ну, наемные работники, так можно сказать. Да, работникам надо будет доплатить за эту реформу доработодателям. То есть, вот как на самом деле это получается? А предподносится, как будто, что это ратуя за тех, которые получают зарплату, чтобы вы, мол, могли бы получить больше. Вот одна такая, вот один из таких мифов, да, насчет этой реформы. Да, вот говоря, да, давайте все-таки примем звонок, у нас много звонков тоже, и тогда продолжим. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, дело в том, что работодатели, они тоже свой интерес имеют. Я, потому что мне ставят такие условия, что я не могу платить налоги, если думать о том, что это маленькое предприятие. Спасибо большое. Ну, это такая реплика, мы видим, с одной стороны, нам говорят, что, не, ну, в Латвии не самые высокие налоги, но мы же видим, и оборот в Латвии маленький, мы видим, людей становится все меньше. Просто уже сегодня предприниматели зачастую не могут оплатить все налоги. Да, это то, что я говорил, вот этот капкан, в который мы попали из-за истории успеха, что просто целенаправленно наша экономика велась на то, чтобы, не для того, чтобы мы становились более продуктивными, могли производить что-то более ценное, а велась к тому, чтобы мы как будто более эффективно могли использовать тот ресурс, который у нас есть, как можно все время сбивая цены, сбивая наши расходы. Где один из статей расходов для бизнесмена – это зарплаты и налоги. И, в конце концов, ну, то, что я как ироличный обычно говорю, что главной движущей силой экономики в нашей стране является наше правительство своими решениями, которые они принимают. И вот это действительно реальная ситуация. И это еще один, то, что я старался тоже объяснить, почему настолько абсурдно было решение, что давайте будем повещать социальный налог, чтобы финансировать здравоохранение. Потому что очень многие не платят налоги. Не только нелегально, потому что они и работают в этой теневой экономике. То есть, вам говорят, вот просто будешь получать свою зарплату в конверте, и налоги за тебя не будут платить. Но просто есть еще целый слой людей, которые работают и официально не платят эти социальные налоги, потому что они или самозанятые, или работают в микроприприятиях. И вообще, ну, получается, вообще, ну, я говорю, ну, это решение, оно действительно в стиле правительства, вот, к сожалению. Да, к сожалению. Вот такая вот ситуация. Еще, может быть, такой последний вопрос. Вот в этой части, чтобы мы успели еще обсудить то, что происходило вообще всеми, все-таки, на ваш взгляд, не получится ли так, что в результате только от всей реформы останется какая-нибудь одна-две ставки, которые повысят, типа акциз, и на этом все закончится? Ну, и социальный налог, разумеется, повысит. Ну, это зависит в большой мере, как между собой будут вестись распри между партнерами коалиции. То есть, насколько хватит духа единства мстить за то, что им сделали раньше крестьяне, которые сейчас, христианский союз, который продвигает эту реформу. Вот это всего зависит, что, в конце концов, останется от реформы. То есть, насколько силен будет хребет у тех, которые продвигают сейчас эту реформу. Потому что, на самом-то деле, они могут занять полностью, у них есть такая возможность занять силовые позиции и продвигать дальше эти вещи. Просто тут должно быть четкое понимание и вера в том, что они делают. К сожалению, мы этого не видим. То, что мы наглядно сейчас видим, вот под тем решением, которые были приняты насчет решения финансирования здравоохранения. Потому что это решение было полностью абсурдно в плане налоговой реформы. А это говорит о том, что действительно, они могут опять потерять равновесие в своем мастерстве и в взаимных интригах. Ну, посмотрим. Посмотрим. Еще один звонок примем, Дубович, ослушаем вас, пожалуйста. Я еще раз позвоню, извиняюсь. Дело в том, что руководители предприятий все-таки давят настолько, что платить налоги невозможно. Ну, понятно. Эту реплику, в принципе, мы поняли, но что здесь мы в данной ситуации не знаем. Ну, на самом-то деле есть возможность сейчас. Ну, то есть, тут работа, это человек, который работает. Наемный работник, да. Наемный работник может сам решить, что, в общем-то, в этой ситуации он может обращаться в службу госдоходов, сообщить об этом и просить, чтобы там приняли меры. И там это можно сделать анонимно, чтобы никто другой не знал. И эту ситуацию можно решать. Ну, то это уже, ну, говорится, у каждого решения, у каждого личности, что вот как он видит свою возможность бороться за эту, ну, против этой несправедливой ситуации. Потому что, ну, вы должны понять, что если за вас не платят налоги, значит, вы как будто выпадаете из той системы социального страхования. Это в плане пенсии, в плане дальше и в будущем это в плане здравоохранения и так далее. То есть, вы эти все, если вы не платили государству никакие налоги, то государство не будет за вас, ну, потом ратовать и обеспечивать этими услугами. Тут как будто, ну, получается такая, ну, логичная, справедливая, ну, система в этом плане. Другое, то, что мы говорили, что то, что сделано сейчас, вот тот правящий курс, который был сделан с экономикой, действительно, очень многие предприниматели, они поставили на такой ситуации, чтобы им выжить, им приходится вот искать вот такие решения, которые уже, скажем так, ну, нелегальны и незаконны. – Конечно. Вот все-таки мало времени остается, не могу задать вопрос по поводу того, что сегодня происходило в Сейме, такой цирк вокруг цирка, и у многих создается ощущение, что отдельным депутатам, в принципе, нечего заняться, и больше нет у них других проблем, как обсуждать, кто может выступать в цирке, кто не может. Чуть-чуть расскажите, что на самом деле, мы знаем уже, какое решение принято, да, ну, в общем, какая ситуация? – Ну, да, эта история действительно интересная. Я работаю как раз в той комиссии, которой надо было заниматься этим предложением. – Да, о народном хозяйстве. – Да, и я могу сказать, что мы, в общем-то, комиссия народного хозяйства, но вот столько, сколько мы дискутировали про этот цирк, редко вот, который вопрос, вот столько много дискутировался. – Других проблем нет в стране, да. – Я там иронично еще сказал, что, ну, ребят, ну, если мы так серьезно об этом всем дискутируем уже, которые заседания, то, может, нам надо сделать рабочую группу или, скажем, или делегировать. Я иронично сказал, что у меня есть такие подозрения, что когда до нас дойдет вот налоговая реформа, что я боюсь, что мы столько не будем про нее, у нас не будет возможности столько про нее дискутировать, как мы дискутировали про цирк. И, может, нам надо создавать рабочую группу по налоговой реформе и цирку, потому что я боюсь, что это будет и то, и другое, и, в конце концов, окажется цирком, да. Ну, это так, а то, что сейчас произошло, ну, вот сегодня, было наглядно, насколько это, в общем-то, ну, вот такое, я бы сказал, лукавое отношение со стороны депутатов. Потому что там, можно сказать, депутаты выходили на трибуну, ратовали за то, что, как это важно, это гуманное отношение к животным. Что вот, ну, вот, и, ну, в общем, всю эту риторику мы слышали, да. На самом-то деле, вообще не углубляя суть вопроса, о чем же сейчас на третьем течение были эти предложения. Там уже не шло речь ни про медведя, ни про слонов и так далее. Там шло речь о том, что есть действительно специфические группы животных, которые, которые можно содержать, скажем, там, голуби или, ну, птицы, там, попугая, да, которые, которые вообще без того, что если человек о них не заботится, он вообще не может выжить, да. И вот речь шла о таких специфических вещах, которые мы знали, которые тут пришли, люди рассказывали, как они ими занимаются. Знаете, действительно, отношение к этим животным нечеловеческое. Я вам сейчас объясню, то есть, к примеру, там, вот, то, что вот сегодня шли дискуссии, вот, вот, вот какая возможность, чтобы, вот, определенный, там, род животных, то есть, скорее всего, правильно сказать, птиц, там, этих попугаев, чтобы их можно было использовать в цирке. И как они за ними следят, то есть, там были, заболел этот попугай, и чтобы его вылечить, его этот человек, то есть, сначала искал здесь врача, не нашел, нашел в Германии, повез в Германии. Сделал им необходимую операцию Чтобы выздоров, потом привез его обратно Это действительно для нашего государства Нечеловеческие отношения Потому что люди на такую Медобслуживание Надеяться не могут И вот это было то, что сказали Вот такое нечеловеческое отношение К животным в цирке не должно быть Это оно С другой стороны, я слушая все эти дебаты На втором тщении Сказал, ребята, если вы такие Гуманные Действительно ратуются за то, что Это нечеловеческое отношение к животным Что они там живут в клетках Не должно быть То я подам предложение, чтобы Давайте запретим тогда Выращивание зверей для Шуб Шубы, так и будет Шеф снимает Давайте такой запрет тоже Я подам Я такое предложение сделал Именно потому, что там-то на самом деле Вообще еще более нечеловеческие Более жестокие условия для этих животных Сказал, ну вот если вы действительно Ратуете за цирк И не участвуете в каких-то схемах Чтобы освободить кому-то Для кого-то от цирка Очень хорошая недвижимость В центре Риги Которая сейчас Ремонтируется за счет государства Если действительно вы искренне И вы говорите то, что вы говорите Это ваше искреннее намерение То вы должны сейчас Голосовать за это предложение Как вы думаете проголосовали за это предложение? Естественно нет Это значит Это похоже как на лицемерие больше Да, это означает что? Что на самом-то деле Не интересует все эти гуманические отношения Все это то, что там говорилось Все красные Это было просто для красного словца И на самом-то может быть даже хуже Чтобы помочь там участвовать В каких-то бизнес-схемах Как я это вижу Ну и в результате получается что? Теперь фактически традиционного цирка Больше не будет Да, и скорее всего окажется Что вот те помещения Которые были не нужны цирку Тоже не нужны Но они будут уже отремонтированы За госсредства Сделаны новые Свежие центры Риги И что же с ними дальше делать? Ну наверное придется кому-то отдать Случайно Ну так получилось Да К сожалению И все-таки последний вопрос Возвращаясь к тому С чего мы по существу начали Все-таки как вам кажется? Что дальше будет? Будет этот экономический рывок На который нам Который нам все время обещают И сейчас говорят вот еврофонды Это вообще экономика будет развиваться Бешеными темпами Все будет хорошо Ну Абик, я не знаю Должен ли я вообще ответить на этот вопрос Потому что эти разговоры Мы слышим я не знаю Уже сколько лет Что вот сейчас все будет Сейчас у нас будет рывок На самом деле действительно Рывок мы можем сделать Но для этого мы должны делать правильно Свои домашние работы Потому что если мы могли развиваться Вот в таких условиях Которые вот создавались Телонаправленно против того Чтобы у нас здесь была Действительно продуктивная экономика Чтобы могли заходить инвестиции И образоваться новые инновации Которые будут делать для нас Будут делать эту возможность Чтобы здесь появлялись новые производства Новые продукты С высокой добавочной стоимости То это все можно решать Но это не решать Только налоговая реформа На самом-то деле Налоговая реформа Это маленькая часть всего того Что должно делать И вообще не самая основная Потому что на самом-то деле Даже при такой налоговой системе Которая у нас была Она более Она не самая плохая Самое плохое Что есть для предпринимателя Как мы говорили Что предприниматель не может рассчитывать Свой бизнес Он не понимает Что здесь произойдет Потому что то, что надо Для предпринимателей чтобы он инвестировал чтобы он думал как создавать новые производства новые продукты ему нужно просчитывать бизнес вперед на много лет вперед а если этого этого нету то вы можете предложить какую баранку вы хотите но он это просто поймет что это опять пахнет просто опять разводом чтобы опять он там где-то попадется да и вот это главная проблема вот это то что надо решить чтобы было действительно такое ну доверие к власти к дому что власть делает и что она делает действительно во благо было во благо социума да и тогда пойдет дальше развитие потому что сейчас все это развитие она она недолгосрочно это просто благодаря еврофондам которые пойдут больше вот у нас будет этот рывок еврофондов не будет опять никакого рывка не будет это неправильное состояние экономики это нездоровое состояние экономики, но ее можно создать. Но тогда нужно думать более широко, не только в плане налоговой реформы. А сейчас, как мы видим, нынешняя власть может думать, не способна думать даже в рамках той налоговой реформы, которую она сама предложила. Как мы видим, она уже пошла против речи, против того, что обещалось. Как вам кажется, я, может быть, задан такой риторический вопрос, вот те, кто сидят в правительстве, в Министерстве финансов, даже в Сейме, от правящей коалиции, они вообще это понимают, что мы не совсем туда идем, так мягко говоря? Нет, я думаю, они понимают, и им просто об этом и голова не болит. Дело в том, что я говорю, как я объяснял, почему, где есть проблемы. Потому что одну и ту же самую вещь можно делать по-разному. Можно задумать хорошую вещь, но если ее исполнение будет неправильное, то пользы от этого не будет. И почему это все время так получается? Это получается просто из-за этого, как я говорил, такого монополии власти, которая создалась. Есть красные линии, есть только те, которые могут быть у власти. И когда есть монополии, вам не надо думать о качестве своих услуг, вы думаете о том, как вам удобнее. И это есть основная проблема, которой мы выйдем. И вот наша задача разрушить эти красные линии. Я думаю, мы очень близко к тому, чтобы это происходило. И основное, чтобы это могло случиться, то, что социум начинает понимать, народ сам начинает понимать, ребята, ну что-то тут все-таки системно непорядки. И когда в следующий раз им будут говорить, что это самое лучшее решение, вот мы, которые власти, самое лучшее решение, а остальные, пусть сидят за забором, они начнут думать, погодите, погодите, а в чем, в чем ваша польза, да? Что вы толком сделали, да? И я думаю, вот это вот, как раз, это налоговая реформа очень хорошо покажет, способна эта власть что-то делать или нет. И это, думаю, их стратегическая ошибка, что за все эти годы они все-таки решили что-то сделать. И сейчас это покажет. Уже стало неприлично просто ничего не делать, да? Да, о том-то и делал, потому что ситуация такова, надо было что-то делать, да? Ну, посмотрим. Я почему-то думаю, что мы еще очень много что нового услышим насчет этой налоговой реформы. Ну что ж, посмотрим, чем это все закончится. Игорь Заяч, у нас был в студии депутат Сейма от самой крупной фракции в парламенте согласия. Большое спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо.